Здравствуйте, я Татьяна, и вы на моём канале, который так и называется, Татьяна Кельмяшкина. Я уже отсняла ролик сегодня один, смонтировала, выставила про кардиган. И сижу такая на расслабоне, думаю, отдохну, повяжу. Приходит смс-ка, а посылка с любимого селька. Я скорее почесал, куда вы думаете, в парикмахерскую сделать прическу. Незаметно, да? Так вы попробуйте столько нарядиться. Снять, надеть, снять, надеть. Правильно, что ли, сказала это? Я вообще когда... А ветрище-то какое у нас дует? Я когда пришла, в подъезд зашла, после парикмахерской посмотрела на себя, думаю, ого, это я с прической? Но ничего, всё это мелочи жизни. Итак, фотографий обещаю сегодня много, я постаралась. Усаживайтесь поудобно, посидим и отдохнём. Вы знаете, какую фишечку придумала? Чтобы показывать ту или иную вещь, не держать в голове тот факт, что нужно назвать цену, не забыть название. Я лучше сейчас такой маленький микроролик сниму, там вы посмотрите, о чём сегодня будет разговор. Решите для себя, с нами вы или нет. Ну и потом продолжим. Костюм женский, бриллиант, чёрный. 759 рублей стоит. Надпись или принт, как правильно сказать. Разрезы. Мне штанишки здесь нравятся. Просто чёрненькие, просто с белой лампасиной, без всякого манжета. Костюм женский тандем. 774 рубля. Здесь уже есть манжетик у штанишек. То же самое на рукаве. Капюшон. Пижама женская вера. Брюки, ананасы. Если написано брюки, значит пижамы есть ещё и с шортами. Ну и соответственно во всех других расцветках. Пижама, она и есть пижама. Что про неё говорить? Я их обожаю. Рубашка в клетку женская Александра. Стоит она 686 рублей. Рукав до локоточка, наверное. Пуговички вот такие. Приятные пуговицы. Я не люблю вот такие дешёвенькие. А это прям приятные пуговички. Внизу вот так полукругом сшито. 687 рублей стоит вот такое платье Ялта. Цвет хаки. Цвета самые разные. Мы об этом ещё поговорим. На рукаве подворот. Есть карман. И есть валан. Сзади на спине вот такая складочка. Для того, чтобы было больше простора. Кокетка идёт. Постельное бельё, двуспальное, цветущий лён из бязя. Стоит 1312 рублей. Ну и очаровашка. Ну и очаровашка. Игрушка-басик. 1300 тоже с чем-то рублей он стоит. Ну посмотрите же на нас. Ну ж посмотрите же на нас. Ну если свой микроролик я закончила вот этим очаровательным котейкой, то основной блок я с него начну. Кто смотрит на меня на вязальном канале, кто смотрит распаковки с любимого селька, знает, что этих котеек я просто обожаю. И заказываю только тех, которые умеют вязать. Этот басик не исключение. Почему не хочется постоянно Рамзиком называть? Наверное в память о моём котейке. Вы посмотрите. Ну вы посмотрите. Я даже останавливаться не буду. Такие джентльменистые котяры. Одёжки у них, ну на любой вкус, на любое предпочтение. Я выбираю тех, которые наверное на меня смотрят и с многослойностью одежды. Нет, хотя первый был в косухе, в жёлтенькой. По-моему. Ну близко я вам его показала. Само очарование. Он мне будет сегодня молчаливым присутствием помогать вести ролик дальше. Ну а мы поехали. Костюм, который я сейчас вам покажу на себе и на фотографии. Вы могли видеть в прошлых роликах только в другой цветовой гамме. Ну красный у меня отжаль. Я себе обязательно ещё закажу. Мне понравился голубой. Ну бирюзовый. Почему я называю голубым, я не знаю. Пока ещё у меня. На этот цвет я даже не смотрела. Я жду такой, вы знаете, там зеленоватый, зелёно-серый и хаки. Вот этот цвет я ждала. Они первые появились. Бордовый. И вот этот вот зелень с хаки. Перемешку. Но того значит не было моего размера. А этот я не рассматривала совершенно цвет. И после того, как я себе связала футболочку, да, в таком тоже, ну немножечко не такой расцветочки, но приближённый, я думаю, а зря, а зря. Я не рассматривала этот цвет и заказала себе этот костюмчик. Всё абсолютно так же, как и в прошлый раз. Простые штанишки на манжете. Внизу резиночка наверху. И такая а-ля футболочка с капюшоном. Мне в этот раз показалось, хотя размер такой же. Размер я тоже крупно показала в микроролике. Чтобы вы уже не спрашивали, да, какой размер, а как вещь сидит на мне, я буду показывать. Мне показалось, что в прошлом ролике штаны были посвободнее. Или сейчас жара. Сейчас очень жарко. И даже вот снимать, вроде всё открыла, балконы, форточки. Но заметно. Возможно, этот факт. Но мне как-то показали, что штанишки поменьше. В любом случае, костюм мне очень-очень нравится. Ношу я 56 размер. И заказываю я себе всё 60-62. Редко, когда 58. Если так, какой-то А-образный силуэт, трапециевидный. А так, в основном, 60. Потому что вещи, на мой взгляд, а, маломерят. И, б, я люблю просто с просторцем. Костюм на себе показала, надеюсь. Нравится очень. Я уже эксплуатирую, у нас пришло тепло для вечерних прогулок. Да вообще-ка, для чего? Костюм замечательный. Мне нравится. Среди вещей, которые я заказала себе, есть ещё пижама. Но как же без неё? Пижама. Рассветочку вы видите. Размер всё тот же, 60. Нравится. Мне вообще пижама нравится. Не догадалась, надо было связку бананов купить. Это было бы очень... Ну ладно, сегодня Басик вместо всех бананов. Пижама у меня много. Несмотря на то, что отжимают потихонечку пижамы. У меня всё ещё остаются всех цветов и всех расцветок. Ну что, штаны как штаны, верх как верх. Единственный пикантный бантик здесь есть. Но я говорю, это у кого есть фигурки, у кого плоские животы. Мне что с бантиком, что без бантиков, всё равно спрячу. Пижама – это моё всё. Это мои домашние костюмчики. Это моя любовь. Я уже много говорила про пижамы. Вы знаете, каждый раз кулирка какая-то разная. То потоньше, то потолще. Самый такой вот серьёзный, что ли, как бы сказала моя бабушка, материал был в пижамке леопардовой. Леопардовая разная бывает. Я сейчас ставлю фотографию, о какой именно пижамке я говорю. Там прям вот твёрдый. Такой материал твёрдый. А остальное как-то, знаете, потоньше. И причём даже вот это самое потоньше. Бывает сильно потоньше, бывает слабее потоньше. Ну, в общем, пижамка – это моё всё. Покажу, как она смотрится на мне. Обожаю, обожаю, обожаю. Честно говоря, вместо пижамки должно было быть платье. Но платье, которое я заказала, его не оказалось. И мне, в общем, когда делаешь заказ, потом приходят, всё в наличии или не всё в наличии. Если не всё в наличии, просят заменить на какую-то сумму или вообще отказаться от товара. Как там будет удобно. И платье, которое я ждала, было для меня новым в плане фасона. Потому что какие-то фасоны приживаются, какие-то нет. Я вообще люблю такую трубу, знаете, длинную с разрезами слева и справа. А это нет. Это такая, знаете, совершенно другая конструкция. Платье увидела я подобное… Впервые я увидела платье в ленте, в Инстаграм у Василька. Там вообще про все новинки можно увидеть. Оставлю ссылку. И как-то, знаете, расцветки разные. И красные, и розовые. Алые, наверное, правильно говорить, да. И нежно-нежно-сиреневые. Может быть, так цвета не называются. Я уж так по-свойски их называю. Мне запал в душу цвет то ли графитон, то ли… Для меня он тёмно-синий. Не помню. То ли графит, то ли… В общем, я забыла, как этот цвет называется. И я прям вижу. Белая обувь – это же моё всё. И я прям вижу себя в этом платье. Очень-очень мне его хотелось. Подруженьке моей понравился цвет хаки. Мне, кстати, цвет хаки тоже нравится. Это мой любимый цвет. Один из моих. Вообще, все цвета у меня любимые. Вы к этому привыкли. И вы когда мне написали, что графитовое… Графитовое всё-таки платье, да? В таком размере нет. Другой размер я побоялась. Я заказала себе 62-й, подруженька моя заказала 64-й. И мне было жутко интересно, как и что. Потому что по размерной сетке я тоже попадала именно в 64-й размер. Ни за какие ковришки не хотят показываться в роликах. Читают комментарии люди. Не обязательно меня в роликах. А вообще… Я говорю, у меня добрый зритель, они плохого не напишут. Плохого напишут, что удалю. Таня даже не просит. Меряй сама, хоть обмеряйся. Значит, платьишко. Чужие вещи я не глажу. Как-то я переживаю. Вот, не дай бог, что-нибудь. Я очень-очень хотела его померить. Потому что я всё равно хочу себе платье… Давайте всё на синее его буду называть, заказать. Что хочу сказать? Очень противоречивые у меня впечатления. Я боялась, что длина… Я люблю длинные, мне надо, чтобы в пол. Нет, длина-то как раз хороша. Вот, с одной стороны, плечи не на месте. Я вам сейчас покажу, как плечи как бы съезжают. Но почему меня в костюм… Вот, даже в этом костюме это совершенно не смущает, а в платье должно смущать. То есть, плечи как бы… Мне нужен 62-й размер. Может быть, даже 60-й. Я не знаю. Но при всём при этом я боюсь, если я возьму поменьше плечи, не пройти в груди. А вот это уже вообще нехорошо. Я, наверное, рискну всё-таки себе заказать ещё раз попробовать. У меня был заказан 62-й. Размер подожду. Потому что вроде как 64-й вот чуть-чуть великоват. Но с другой стороны, я себя так комфортно чувствую, при этом вот при великоватости. Ну, на размерчик я попробую заказать себе 60-й. Всё-таки не 64-й, а 62-й. Но если будет узковато где-то в другом месте, а в плечах хорошо, я скажу, почему я не заказала 64-й. Почему бы заказать 64-й? Когда мы увидели, значит, в ленте эти фотографии, там же пишут, а есть в таком цвете, а в таком. А вот у меня такие-то обхваты в груди, а в подбёдер. Какому размеру соответствуют? И ведь девочки отвечают, девочки всем-всем отвечают. И у нас прям практически похожие были обхваты. И сказали, что мы попадаем в размер на светку 64. Я таки не решила 64-й заказать. Я заказала 62-й, не оказалось. А подруга моя, она немножечко поменьше меня и попухлее. Она всё-таки, Таня, я тем более 64-й. Говорит, если у меня маловато, возьмёшь себе? Говорю, конечно. Мы вообще так меняемся. Я всегда заказываю, когда знаю, что кому, если вдруг маловато, если вдруг великовато. Я сейчас вам покажу кучу фотографий. Я как-то, когда она говорит, я не буду показывать. Говорю, ну это очень надо, потому что платьишко нового фасона. Чтобы девочки посмотрели, когда тебя на мере сама. Ну, стесняется человек. Не все публичные. Я как-то сразу представила себя. Говорю, у меня такая сумочка цвета хаки есть, да? И обувочка такая цвета хаки. Но я вдруг поняла, что в обуви вот у меня... Как это? Режет ногу. По цвету-то, да, подходит очень-очень. Я надеюсь, то, что я сейчас говорю, значит, сопровождаю фотографиями. Но, тем не менее, понятно, что при моем росте, да, урезать все это как-то, разрезать не надо. И, несмотря на то, что по цвету подходит, все-таки лучше, наверное, с белой обувью. Не наверное, а вот, на мой взгляд, намного лучше с белой обувью. В общем, платье мне понравилось. Я даже не думала, что такой фасон как-то... Ну, вот, как написали в ленте, да, что это любовь с первого взгляда. Я верю, я верю. Для лета, куда-то на морюшко, этот... его не чувствуешь. Эта кулирочка, она чем хороша, не чувствуешь. Как будто ты вроде без одежды в то же время. Ты нарядна, ты прекрасна. Я рискну себе заказать 62-й. Вот только из обхвата груди. Так по плечам, может, 60-й нужно было. Может быть, потом потянет после стирки. Я не знаю. Хочу я такой платьишек. Хочу. Если прочитать комментарии в Инстаграм, я вообще обожаю не столько смотреть фотографии, сколько читать комментарии. Там от хвалебных. Ой, как классно, а вот такой цвет, а вот такой. А вот пришлите мне такой цвет. А как сделать заказ? Хочу, хочу, хочу. Да, ну, как же без фита, да? Фи надо везде. Вот это, ой, похож на... Как там это, на чайник, на хлопучку, так? Там, как насаживать на чайник там. И фасон он такой, что мне тоже было страшно. Не буду ли я вот этой вот начальницей-то оказаться. Так что смотрите, надо проецировать эту модель на себя. И когда новенькая, конечно, всегда страшновато. Но мне в этом платье очень комфортно. Я сейчас и так, и так покажусь. Мне кажется, на этой изделии сняла кучу фотографий, оставлю все. Я обычно сделаю фотографии десяток, да? Удаляю одну, оставляю какую-то самую удачную и показываю. У платья я не буду удалять ничего. Мне платьишко понравилось. Я вот думаю, то ли бог с ним 64-м, потому что комфортно. Ну и что спущенные плечи? Совершенно не страшно. То ли все-таки 62-й. В общем, с цветом я определилась, с размером пока нет. Но в этом платьишке что-то есть. Мне понравилось. Платье Ялта. Смотрите, девочки, проецируйте. Решайте, что-то в этом платье есть. А вот при заказе этой рубашечки, обожаю я рубашки. Это, наверное, третья рубашечка, которую я заказывала. Что мне здесь нравится? Это расцветочки и то, что рукав не длинный, как я люблю. Три четверти. Расцветки самые-самые разные. И красные, и синие, и зеленые, и коричневые. Первая моя рубашечка оказалась немножко великоватой. Я нашла женщину, подарила. Вторая рубашечка, она у меня есть. Такая какая-то фиолетовая, сине-фиолетовая. Я обожаю ее. И вот рубашку. Здесь я прокололась. Заказываю всегда ночью, в полусонном состоянии. Я как-то 56 размер вместо 58. Вот рубашечки мне нужны 58. Я уже путем, так сказать, разных многоходовок поняла, что мне нужен 58. Как я заказала 56, я не знаю. 56 размер мне чуть-чуть узковат. Пуговички здесь вот норовят, значит, расстегнутся. Ничего, ничего. Я буду носить просто с маечкой нараспашку. Рубашки носятся нараспашку. Мне вот такая рубашка очень-очень нужна. Нужна. Поэтому будет. Похудею, буду застегиваться. Не похудею, буду нараспашку. Благо, что маечек топиков, да. Можно здесь расцветочек от светлых до темных подойдут любые. Как я смогла заказывать? Я даже сейчас вот зашла в личный кабинет, посмотрела. Нет, нет, это мой косяк. Это мой косяк. Я заказала 56 вместо 58. Поэтому, ну, сама затея, сама идея мне очень нравится. Рубашки я очень люблю. И с жинцами, и с шортами, и с чем угодно. Рубашки надо хуметь. А если я похудею под рубашки, все остальное станет велико. Нет. Нараспашку будет носить. Дальше у нас идет костюм, низ который, брюки от которого мне понравились очень. Я люблю так все, знаете, скромно и лаконично. Черные штанишки с тоненьким таким белым лампосенышем. Вот прям мое-мое. И совершенно, если как относиться к верху, вы знаете, я не люблю принт. Рисунки ли, надписи ли, я не очень люблю. Поэтому я плохого ничего говорить не буду. Если мне не нравится, это не значит, что вещь плохая. Вот таких парточков я прям, знаете, дайте с запасом. Что касается верха, я, девочки, я не знаю, но еще раз говорю, тем и прекрасен Василек, что он на разные, на разные вкусы. Это, кстати, хозяйка этого костюма, вот девушка, которая заказала платьишко. Спинка длиннее, чем перед, сантиметров на пять. И здесь разрезы. Вот этот самый какой-то эффект кузнечика мне не совсем понятен. Я, конечно, с позволения хозяйки, не то, что с позволения, прям просьба, она, пожалуйста, померяй, пожалуйста, покажи, пожалуйста, повертись. Тем более вам, наверное, будет интересно посмотреть. На фотографиях я хочу сразу сказать, что вот черный цвет мне идет. Я вообще обожаю. Это худит, там стройнит, все это, да, я не исключение. Но вот что касается вот этого самого разреза, кузнечика, как-то надписи, все в совокупности, мне кажется, будь она чисто черная и здесь вот лампасик, я бы слова не пикнула. Пусть кузнечик, пусть разрез, пусть все что угодно. Но вот это было бы мое. Как штанишки. В общем, я только одно могу сказать. Штанишки – это мое-мое. Верхушка, ну, для меня непонятная, ну, и хорошо, а понятная для кого-то другого. Благо, что любой найдет по своему вкусу. Цвета самые, что у меня есть разные. Красные есть и серые есть. Хочу сразу сказать, несмотря на то, что размер большой, штаны прям вот в облипочку. У штанов свободы облегания нет. Вот у верха, это прям распашлонка, свобода облегания большая и прибольшая. Штанов нет. Они, кстати, такие, как слайкры, что ли. Угу, тянутся. Штаны обхватят вашу ножку прям от слова «очень-очень». Здорово. Вот эти штанишки, да, у кого фигурка вообще прям обтянуть, если что, у кого фигурки нет, все равно очень комфортно в этих штанах. Какую-нибудь такую удлиненную жилеточку вязанную, например, длинную удлиненную жилеточку. Будет замечательно. В общем, штаны. Пять с плюсом. Кофточка, я молчу, ну, непонятная она для меня. А так костюм вообще замечательный. Вот порточки прям мои. Постельное белье, как же без него? Говорим Иванова, подразумеваем постельное белье. Говорим постельное белье, подразумеваем Иванова. Цветущий лен. В этот раз цветущий лен. Очень такой, знаете, ностальгический, как раньше на белом фоне, какие-то цветочки. Мне комплект очень нравится. Очень. Я вот, мне кажется, каждый день, ну, через день точно наблюдаю за новинками постельного белья. И Магнолия, как прекрасно, как мне понравился этот комплект. Комплект Марго. Я названий, конечно, всех не запомню. Но можно зайти в Инстаграм или на сайт и посмотреть. Прекрасные, прекрасные комплекты. Один другого лучше. Кто-то меня спрашивал, Татьяна, а чёрные там есть? Я как-то сказала, надо зайти на сайт и посмотреть. И вот недавно мне прям в ленте вышло чёрное бельё. Я не знаю, зачем оно вам нужно. Ну, конечно, дизайн спальни, предпочтения, у всех разные я понимаю. Конечно, мне всё как-то, знаете, совершенно другое к душе. Но, опять же, темы и хороши, что нравится нам разное. И Василёк это учитывает. Поэтому смотрите, находите постельное бельё по душе. Кому растительный орнамент, кому какие-то канделябры под обои, кому ещё что. Каждый найдёт по душе. Хоть однотонный, хоть цветной. Это было всё. Мы с Басиком от души благодарим вас за внимание. Мы пошли дальше думать, какого размера Тане платье заказать. Вот это платье у меня за нозой сидит в моей голове. Казалось бы, носите ей что-то. Пожалуйста, я на одних клетчатых парточках могу всё лето провести. Тоже, кстати, со Василька. Но, тем не менее, ну, тем не менее. Вот это платье Ялта, что-то в нём есть, что-то в нём есть. Поэтому пойду думать. А Вы заходите по ссылке на сайт и смотрите то, что нравится Вам. Очарование. Голубой можно джемпирог, да, связать. У меня голубой пряжа есть. Берите голубой джемпирог. Свяжем. Жарко у нас дома. Смотрите, а? Совершенно другой человек. А ещё голубой Абамочка, Абамочка. До новых встреч. А они... Он даже не понимает, куда он попал. А они... Понимаешь, да? Понимают. А они обязательно будут. Продолжение следует. Субтитры сказал... Продолжение следует...